Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке ОАО «Страховая группа МСК». Кажется, предусмотрел всё, но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому для уверенности лучше застраховаться. Страховая группа МСК. Ваш надёжный страховой партнёр. ОАО «СГМСК». Страховые продукты со знанием дела. Киров, улица Спаская, 24. Телефон 32-12-82. Лицейсия ФССНС, номер 04-6177. Мы продолжаем «Дневной разворот» в Кирове. Надеемся, что вы по-прежнему с нами на волне 101-0. Отзвучала наша дивная мелодия, которая делает моё плохое настроение хорошим. Мелодия эта я люблю. А если она хорошая, то каким эта мелодия сделает ваше настроение? Нет, вы знаете, уровень поднятия моего настроения безграничен. Бесконечен. Бесконечен, да. Как небо можно стремиться туда всё выше и выше. То есть, пожалуйста, можно вообще её оставить фоном, и мы придём к концу эфира. И запоём ещё. И запоём ещё, и даже спляшем. Тем более, что нас показывают онлайн, можно посмотреть. Вот. Ну, вот в хорошее настроение пошла, собственно говоря, она и не была в плохом. Наш гость – Светлана Медведева, начальник управления по физической культуре и спорту Кировской области. Мы продолжаем говорить о спорте. Наш телефон на 708-502. Звоните, задавайте вопрос Светлане Владиславовне, потому что спортом нас интересуются многие. Но сегодня что-то затишье какое-то. Хотя... Ну, с Новым годом, наверное, связанно, да, как-то? С Новым годом, наверное, да. О нём. Опрос повторяем, да, на нашем сайте. Ну, давайте мы назовём наши имена. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. 8-909-720-101-0. Номер для СМС. Пишите, подписывайтесь. Зачитаем обязательно. И опрос наш, который вы можете найти на нашем сайте. Хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Главное спортивное событие года. Ну, имеется в виду наша область, наш город. Что вы считаете было самым ярким спортивным событием? В этом выходящем в 2012-м. Приход Владимира Янкова в родину. Открытие Дворца единоборств. Ледовый каток. Закладка, да, его произошла? Да, начало строительства ледового катка. И появление грядущего 50-метрового бассейна. Открытие состоится весной следующего года. Уже в апреле, да. Ну, что ж, наша гостья, я повторяю, Светлана Владиславовна Медведева. И мы продолжаем беседу. Сейчас мы погоним коней, потому что на перерыве я подумала, а, господи, какое же количество тем, а мы их таки не осветили. Ну, вот мы говорили, что в выходные вы ездили пижанка и село Безводное. Вы рассказали вот этот вот уникальный комплекс. Причем все-таки, что же делают люди, да, с фантазией и с воображением? Смотрите, как все это быстро решили, да. То есть на две части поделили. Здесь спортзал, а тот, который не отапливается, там каток. А летом и ролики, и все, что угодно можно делать, да. В пижанке что-то было какое-то, очень было массовое такое у вас мероприятие. В пижанке отремонтирован спортивный комплекс для детской спортивной школы. Очень было красивое мероприятие. Ребята выступали, баскетболисты, футболисты. Каратэ там удивительно, но развивается там хорошими темпами. Ну и лыжники, это традиционно для Кировской области. Показали очень интересные выступления. Много добрых слов было сказано в адрес строителей. Ну, в общем, сплошной позитив. Светлана, у меня вопрос. А вот сейчас в районах области спорт идут... Вот есть совсем маленькие детишки? Вот как у нас водят на фигурное катание. С трехлетнего возраста, смотришь, такие клопики, но уже на конячке встают, вот так, быстренько так. Молодеет спорт в районах? Ну, на самом деле сейчас спорт идёт в люди, в народ, в каждую семью. То есть очень приятно то, что детей родители ведут вот просто как уже... Это становится для каждой семьи нормой жизни. То есть ребёнка устраивают в студию развития и параллельно устраивают его в детскую спортивную школу. Посмотреть попробуйте, почему ребёнок потянется. Это как было в наше время. Вроде если ты спортом не занимаешься, вроде как что-то неладно, вот совсем нехорошо, потому что это было настолько массово. Если ты не ходил куда-то в спорткомплексы, то обязательно там были же масса кружков в школе. Да, это волейбол, это баскетбол был обязательно. Что только в школах не происходило. Но дети всё время были при спорте, постоянно. Это было хорошо. На сегодняшний день мы наблюдаем эту же тенденцию. Спортивные школы в этом году переполнены. Это очень приятно. Вы знаете, переполненность, вот наполненность, это хорошо, переполненность, это уже не очень хорошо, потому что подразумевает, что вам нужно двигаться очень активно вперёд. Вот я ещё по поводу движения вперёд мы будем говорить. Но мне хочется узнать, на этой неделе вы ещё что-то открываете? Ну, на этой неделе больше таких форматов открытия в городе не будет. Мы едем в Уржум. В Уржуме, да. Там физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну, это такой же спортивный комплекс, как в Санчурске, Туже Котельниче в Кумёнах. Это типовой проект. Игровой зал, тренажёрный зал, раздевалки. Вот у нас Володя, мальчик из Уржума. Из Уржумского района. К вам вопрос. Всё-таки. Мальчик из Уржума, это известное словосочетание. Да я понимаю, прекрасно вас. Вот для вас мнение ваше. Уржуму нужен спорткомплекс? Безусловно, нужен. Как и любому другому городу. Понятно. Чем больше, тем лучше. Чем больше комплексов, тем лучше. Вот смотрите, давайте перейдём немножко к экономике. Вернёмся к началу беседы. Вы говорили о том, что 43 объекта должны были вы либо построить вновь, либо отремонтировать. 43 — это чистый ремонт. Только вот реставрационные работы, капитальные ремонты в том числе, да? Сколько из этого сделано? Так все 43 сделаны. За сколько времени? Это делалось в течение года. То есть средства были перечислены в муниципальное образование в декабре прошлого года. И в течение этого года ремонтные работы производили. То есть я понимаю, ваше дело, как начальника управления, собственно говоря, договориться о том, чтобы это было. Затем выбить деньги. Проконтролировать. И переслать деньги в муниципалитеты, а потом контроль. Качество работы вы оцениваете? Качество работы оценивают сами муниципалитеты. У них контракты с подрядчиками. Но, естественно, когда я приезжаю на открытие, видно, где сделано с душой, с любовью, где похуже качество. И обновляпно. Но у вас профессиональный все-таки взгляд уже. И, в общем-то, после этого всего делаем соответствующие орг-выводы. Если будет этот проект продолжаться, а там целые конкурсы для участия, формулы для участия в конкурсе, будет введен коэффициент для тех, кто отработал в предыдущий период качественно хорошо, повышающий и понижающий коэффициент для тех, кто сработал некачественно, недушевно. То есть на следующий год им что? Фиг вам? Или с людьми будете бороться, а не со спортом? Нет, будет сложнее им попасть. Я думаю, что, глядя на такую картину, там сами жители этих муниципалитетов, в общем-то, заставят свои власти работать. Увы, к сожалению, наш народ пока очень сильно молчалив. И для того, чтобы сместить Нерадеева, надо приложить очень много усилий, а вначале шагать по своему сознанию. Ну, следует отметить, что большинство все-таки очень с благодарностью отнеслись к участию в этом проекте и все-таки постарались сделать максимально хорошо. Хорошо. Из 43 объектов, то есть мы подобьем 43 объекта, все в течение вот этого года были сделаны. Нет, это потрясающе, это очень хорошо. Я знаю, что недавно вы были в Москве, были довольно знаковые такие события. Вначале вы были на, это называется, по-моему, бал президента, да, для спортсменов. Олимпийский бал. Олимпийский бал, где был президент России. Затем вы ездили, подписывали основные документы, которые касаются федерального финансирования. Да, слушайте, вот я вернусь к вопросу. Помните, пару недель назад случилась очень неприятная история, когда стало известно о том, что некий господин, кировчанин, он заблокировал через Единой Россию партийный проект финансирования спортивных объектов. То есть, по-моему, было заявлено от Кировской области 4 проекта по 15 миллионов рублей. Два уже все стояли уже на финансировании, два были в резервном списке. Удалось ли миновать эту проблему? На уровне министерства удалось миновать. Нас вернули в список, который в дальнейшем пойдет на утверждение в партию Единая Россия. То есть там уже как бы вот моих возможностей недостаточно. То есть за партийцами были последние, да, уже слова? Последнее слово за партийцами. Нет, в связи в том, что по партийному списку ведь и снимали это. Эти проекты были в партийном списке. Вот, и некий господин попросил, и Кировскую область просто выкинули из этих. На уровне министерства нас вернули в список. Там же был скандал, там Журова поднимала очень острый вопрос. Там господин Тимченко, да, бывший у нас секретарь. На сегодняшний день Тимченко контролирует этот процесс на уровне партии. На уровне министерства мы с Журовой сделали все, что смогли. Ну вот вы знаете, это безобразие, да, то есть вот когда человеческий фактор, человеческий фактор решает одним махом, да, когда на детях играют политические игры, вот когда у нас, собственно говоря, область-то и так была небогата спортивными объектами, а сейчас слабо начинает подниматься, но нельзя. Я понимаю, политика политикой, но такая гнусность недопустимая. Не люблю, не лугну. Трудно любить. Давайте переходим, давайте будем переходить уже к планам, то, что я говорила. Вот Олимпийский бал в присутствии президента дал ли вам что-то, и затем подписание документов, сколько финансирования, сколько денег. Я знаю, разговор идет о гигантской сумме, которая, по-моему, вообще в жизни Кировской области ничего подобного, никаких цифр таких не приводилось, да, не поступало. Я знаю, что вам удалось выбить, по-моему, порядка миллиарда. Ну, на самом деле, как бы, действительно, на сегодняшний день у нас хорошие взаимоотношения с министерством, то есть есть подтверждение о том, что на будущий год будет выделено 95 миллионов на завершение строительства катка для фигуристов напротив метро, который мы начали строить в марте этого года. Удалось договориться, что в 2014 году активно начнут финансировать лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп». Общая стоимость объекта 360 миллионов рублей. Надеемся, порядка 200 миллионов получить по федеральной целевой программе. Большая часть получается. И пока не могу рассказать в деталях, но в новой плоскости сейчас рассматривается вопрос о строительстве лёгкоатлетического манежа. А мы говорили, если вы помните, у нас, по-моему, была Анна Альминова, да, по-моему, Журова, вот как раз как всё это, да? Ну, порядка 600 миллионов. 600 миллионов. А вот, вот он, собственно говоря, миллиард-то уже есть. Ну да. Он уже миллиард есть. Ну, путём сложения, да, как раз миллиард вырисовывается, да. И, насколько я понимаю, что вы неделю назад были в Москве, чуть-чуть поменьше, как раз состоялось вот знаковые какие-то вот эти вот события. Ну да, то есть ещё раз эти договорённости были подтверждены. Подтверждены, да. Да, по поводу лёгкоатлетического манежа я просмотрела ряд объектов в качестве отправной точки для нас. В общем-то, есть из чего выбрать. Сейчас мы рассматриваем. Вы имеете в виду территориальность? Где именно, да, разместить его? Нет, из тех проектов, которые я видела в Подмосковье. А, что в конце концов должно получиться. Да, это уже проект, да? То есть это уже чертёж, это уже... Нет, это уже не проект, это здания, которые стоят и работают. А. Вот, и мы сейчас должны определиться, какой из них нам более приятен. Какой больше вас впечатлил? Ну, в Щёлково, наверное, очень удобный, в общем-то, как раз такой формат, который более подходит нам. То есть такой хороший тренировочный манеж с длиной дорожки 200 метров. Ну, там немного специфика в центре этого овала лёгкоатлетического и игровая. Нам нужно будет сделать своё. Ну, потому что Тальминова говорила, там, сектора для прыжков, для метания. Для метания. Да, 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 вот это. Но у нас это должен быть чисто лёгкоатлетический манеж, где должно быть всё для всех лёгкоатлетических дисциплин. Но, тем не менее, есть от чего оттолкнуться уже сегодня. Ну, вот смотрите, вы сказали, 14-й год, да, то есть фактически впереди у нас 13-й, 14-й год. Мы где-то должны освоить, я говорю, ну, вот смотрите, порядка миллиарда рублей. О федеральных деньгах идёт речь. Там будут федеральные и внебюджетные. И самое главное, как вам удалось? Я знаю, что, вы знаете, я открою небольшой секрет. Я знаю, что Министерство спорта было очень, прохладно очень относилось Кировской области. До вашего прихода мы вообще были в забвении, потому что, собственно говоря, сами в Министерстве говорили, что спорт убит в Кировской области. Они давали совершенно реальную оценку. И с вашим приходом Министерство буквально влюбилось в Кировскую область. Мы это видели здесь, вот, собственно, на наших глазах Олимпийский комитет России. Они были в таком восторге, когда они рассказывали то, что они увидели, неожиданно увидели для себя в нашей области. Павел Министерство к нам очень лояльно по спорту. Да, на самом деле, всё-таки, в первую очередь, это заслуга Никиты Юрьевича Белых. Ему удалось убедить нашего министра в том, что у Кировской области есть огромное желание развивать спорт совершенно по-новому. Что значит совершенно по-новому, объясните? Ну, то есть вкладывать серьёзные деньги, искать новые подходы, создавать принципиально новые учреждения. Совершенно по-новому, да, это хорошо забытое старое. То есть вкладывать деньги в спорт. Какие новости? Хорошо, пришёл Белых и увидел, наконец-то, что в спорт надо вкладывать, а не выдёргивать из него, из горемычного, собственно говоря, разоряя бюджет на, прости меня, господи, если кого-то обижу, прости меня, господи, за гигантские зарплаты нашим хоккеистам. Вот, но здесь вот на коллегии Виталий Леонтьевич особо подчеркнул роль исполнительной власти. Просите мою безграмотность, Виталий. Мутко. Да, министр. Спасибо. Он говорит, вот ваши губернаторы приезжают, и очень приятно то, что у них есть желание, но, к сожалению, очень часто бывает так, что органы спорта не могут потом поддержать настрой губернаторов и просто грамотно работать с министерством. Да, я так понимаю, у нас симбиоз случился. То есть Никита Юрьевич со своими идеями, которые абсолютно чётко, внятно нашли воплощение, а самое главное – силы. Да, да, да. То есть тут, в общем-то, роль управления спорта была в том, чтобы поставить этот процесс общения с министерством на такой уровень, что мы на сегодняшний день единственный регион, у которого нет никаких долгов по стройкам, к нам нет совершенно никаких претензий по нашей нормативной базе. А вы знаете, вот я знаю, что в министерстве есть такой негласный рейтинг, и на сегодняшний день Кировской область является ведущей в России по строительству, будем так говорить, строительству объекта воссоздания. По темпам восстановления. По спорту, короче, мы впереди всех. Я правильно говорю. Но там множество показателей учитывается в стат-отчётах, и, наверное, есть регионы, которые построили намного больше, чем мы, но мы именно по темпам роста, по выполнению всех своих обязательств, действительно в лидерах. Ну, взяли, прибежали и начали, понимаете? Не когда-то там, вот как у нас этот же дворец единоборств, это вот ледовый дворец Кирович-Пески, не по 30 лет. Говорилось много, строилось медленно. А сейчас я смотрю лихо. Я говорю, всё-таки за год 43 объекта спортивных, да? Это гигантские совершенно цифры. А раньше... Я всё время думаю, да, мы всё время были заняты. Всё время были заняты. Я просыпалась на тренировку, шла на первую тренировку ещё до урока в школе. У меня родители ещё спали. А я садилась на троллейбус и ехала в родину и плавала. Прибегала к восьми утрам, уже поплавав, к восьми утрам прибегала на уроки. После уроков я снова ушла на тренировку, и это было совершенно нормально. Ну, Лена, пловцы и сейчас такие же точно герои приходят на тренировку в шесть утра. Но, к сожалению, тот бассейн, в котором сегодня школа тренируется, уже не вмещает всех желающих. С трёх часов ночи занимали родители очередь, чтобы записать детей в группы начальной подготовки. Пловцы, спортсмены, мастера спорта у нас тренируются по 18 человек на дорожке. То есть на сегодняшний день мы чётко понимаем, что 50-метровый бассейн необходим нашей школе плавания. У них на ставке, наверное, логист есть. Представляете, на дорожку... Разруливают. Конечно. На дорожку 25 метров вода. Вышло 18 спортсменов, встали, говорят, бутерфляем там. Ну, 500 метров, бутерфляем. Нужен логист. Они же руками переплетутся и ногами тоже, и утонут. На самом деле это так и есть, и поэтому пловцы с нетерпением ждут 50-метрового бассейна. То есть если первоначально мы планировали сдавать его в июле, то сейчас есть новые установки от Алексея Борисовича Миллера, руководителя «Газпрома». все-таки ускорить процесс и сдать этот бассейн в апреле для того, чтобы подумать о следующих проектах совместно с «Газпрома». А вот объясните, пожалуйста, мне, уважаемые пловцы, недотепи, человеку, который любитель только, вот в чем значимость 50-метрового бассейна? Ну вот почему вот 25 метров не хватает? Отталкиваться от бортиков устает половец или что? Это вам топору удобно отталкиваться. Нет, тут, если мы берем спортивное плавание, то, как ни странно, при приезде на соревнования с малой воды на большую, период адаптации проходит. Если ты приезжаешь с большой на малую, то, в общем-то, эффект обратный, наоборот, тебе скорости растут. В общем, 100 метров проплывешь на 50-метровой воде быстрее, чем на 25-метровой. Ну, извините, там же время на повороты уходит. Медленнее. Медленнее наоборот. Да, то есть каждый поворот – это толчок, это ускорение, то есть нормативы для выполнения разрядов на короткой воде, они быстрее, чем на длинной. Я в апреле ездила в Сочи отдыхать, вот специально была в Жемчужине, где бассейн с длинной водой, вот с морской водой, ну, чтобы уже получать удовольствие. Вы знаете, нет, вообще для меня длинная вода, вот мне гораздо интереснее плыть, чем в короткой. Вот я плыву и плыву себе, как бы мне ничего не мешает, а в короткой, мне уже скучно, вот честно скажу, мне уже не нравится. Раз попробовав, вот хочется вперед, и как бы, вот. Ну, это, естественно, отражается и на результатах, и все, потому что уже не один, собственно говоря, цивилизованный, да, даже отчасти цивилизованный какой-то организатор уже не назначает соревнования высокого статуса, ну, кроме там веселый дельфин, да, на 25-метровых бассейнах. То есть мы переходим просто к стандартному европейскому мировому уровню, и это просто переход. Это вот ничего такого, ой, кошмар, мы такие, нет. Мы просто выравниваемся. А интересно, могут ли стандарты в перспективе измениться, там, 70 метров, может быть, 100 метров? У нас нет таких дистанций. Нет, нет, такого не случится, это точно, но мы выбрали такой проект, который позволяет нам переносить тумбочки на другую часть бассейна и стартовать по короткой воде, то есть 25-метровый отрезок. Слушайте, то есть он так будет в длину, он будет 50, а в ширину он будет 25. Это вот как раз для веселых дельфинов, потому что я помню, да, что там детишки, вот они полгода отзанимаются, у них первое соревнование, почему-то их везде называют веселый дельфин. Это очень трогательно, это вообще трогательно, они такие маленькие, и они с тумбочек прыгать не умеют. Я помню, что когда мне было лет, наверное, 5 или 6, я была на первых соревнованиях, и меня тренер просто, мягко говоря, сопнул воду. Спихнул. Спихнул, да, да, наверное, в жизни каждого пловца что-то подобное было. И давайте так, перспективы, вот у нас осталось совсем немножко, минутка. До перерыва. Перспективы. В ваших планах, пускай мечты, пускай грандиозные, пускай вы понимаете, что сегодня несбыточные, ну что хочется? Ну, кроме того, что от вас отстало следствие. Кстати, вы нужны кель, хочется. Нет, видя уже то, что бассейн практически это мечта, до которой осталось полшага, хочется, конечно, манеж легкоатлетический, очень хочется, потому что наши легкоатлеты, наша легкоатлетическая школа заслуживает хороших условий для тренировок. И это моя новая мечта, к которой мы будем идти. Вы знаете, есть воплощение, вот уже есть договоренности, просто их сейчас не называют, видимо, ну, вот по приметам, можно спугнуть. Вот, есть как бы все идеи, есть проекты. А вот несбыточные, слышали, вот вы понимаете, что сегодня это из разряда утопии. Зачем же говорить о несбыточном? Нет, вот сегодня это из разряда утопии. Но вы знаете, если упереться, то сделать можно очень многое. Ну, согласен. Вы знаете, я на телевидении пришла работать, когда мне было 40 лет. 40 лет на телевидении не приходят. Начинают работать гораздо раньше. Я девушка упитанная, сами понимаете. Я абсолютно не согласен. Но в качестве несбыточной, наверное, мечты, чтобы минимум половина олимпийской команды в Бразилии состояла из кировчан. Такого, конечно, не случится, но... Почему? Ну, в общем-то... Ну, а пара-тройка? Пара-тройка, это вполне, возможно, реально, и это очень бы хотелось. Ну, короче, Олимпийские игры начинаются, и все команды идут под таким слагом, под этими знаменами. И одни кировчане. И ты сидишь у телевизора. О, наш, наш бой. Привет, сосед, заезжай. Отлично, замечательная мечта. У нас самая главная и дорога широкая вперед. Ну что ж, мы теперь ходим на перерыв, да, а скоро вернемся. До финишной черты у нас остается не так много. Да, совсем немножко, поэтому мы уже начинаем как бы ускоряться очень активно. Вот у меня вопрос, Светлана Владиславовна, как бы вот все здорово, мы проговорили. Есть финансирование, есть проекты финансирования, софинансирования, есть люди, которые приходят сюда с желанием, отдают деньги на спорт, вот гигантские компании, холдинги и так далее. Скажите, как успевают строить, кто строит? Вот, насколько я понимаю, что когда вы рассылаете деньги по муниципалитетам, муниципалитеты же и договариваются со строителями. Ну, не договариваются. По 94-му закону проходит процедура торгов. Конкурс проводится, да? Да, конкурсы, муниципальные контракты. В том случае, когда мы строим объекты в областном формате, этим занимается департамент строительства и УКС, точно так же государственные контракты на строительство. В Кирове, вот, допустим, какие объекты? Вот смотрите, ледовый каток надо достроить, 50-метровый бассейн надо достроить. Впереди, значит, у нас идет манеж. Что еще? Что я еще забыла? Ну, вот для города вот эти знаковые объекты, то есть по катку, который строится напротив метра... Ну, насколько я понимаю, там будут фигуристы. Он для фигуристов, это не конькобежный спорт, это фигуристы, какие-то силовые, там тоже нет, не и хоккей, ничего. Это каток для фигуристов, потому как школа фигурного катания у нас сильная, это базовый вид спорта, и мы обязаны создать для развития этого вида спорта все условия. Ну, вы знаете, я думаю, что если вот посчитать в конечном итоге наши чемпионы мира, Европы и так далее, вот кировчане, которые, да, вот титулованные, вы знаете, я так думаю, что очень много российских городов вообще ни разу не поставили ни одного хорошего фигуриста в олимпийскую там сборную, в мировую там. А у нас, да, у нас фигурное катание действительно, оно очень красивое. И у нас как-то так вот, смотрите, у нас и генетически ребята заточены, ведь у фигуриста своеобразная фигура, а что вы смеетесь? Нет, 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 я прекрасно знаю. Это то же самое, как плавание, извините, если тебе не дана плавучесть, то ты это самое, хоть загребись. Я прекрасно знаю, мне рассказывали, я слышал, вот пришла девочка заниматься фигурным катанием, малюсенькая со всеми еще, ну вот покаталась, тренер посмотрел, попа слишком большая, не получится фигуристке. Нет, на самом деле Федерация фигурного катания России ежегодно проводит конкурс по двум номинациям, массовость и мастерство. Школа Кировская регулярно занимает там место не ниже четвертого. То есть это после таких регионов, как там Москва, Санкт-Петербург, Самара, то есть это очень высокий. Это очень высокий показатель. И качеством, и количеством берем. То есть вообще вот это вот для детей. А вы знаете, вот я сейчас совершенно случайно вспомнила. Вы знаете, ко мне подходили люди, родители. Это так называемая детская спортивная школа. Вот, по-моему, хоккеисты с шайбой. По-моему, называется она «Вятка». И у них были серьезные проблемы. Они, по-моему, арендовали за свои... Я не ошибусь, если скажу, что это спортивная школа, которая существовала исключительно за счет родителей, тренирующихся мальчишек и спонсора. Да, кстати, у нее дети тоже тренировались. Вот, тренируются вернее. И я знаю, что городская администрация активно перекрывала кислород этой спортшколе, отнимая даже те часы в союзе, за которые родители оплачивали тренировки детей. Там какие-то мизерабельные совершенно были, да? А цель этого? А цель такого удушения? А я знаю. Зачем вообще душится спорт? Зачем, извините, детские спортивные школы в Кирове? Вы когда-нибудь ходили, посмотрите, послезитесь, испугаетесь? Давненько не был. А вот сходите, посмотрите. В бесовом состоянии я недавно писала, как люди убедили руководство города дать денег на ремонт хоккейной коробки. Деньги переслали, но в этом же здании находится какое-то учреждение. Там сделали асфальтовую дорожку, стоянку для автомобилей, про коробку там забыли. То есть у нас отношение в городе, отношение к спорту, вы знаете, говорят, ниже плинтуса. Много разных слов можно подобрать. Очень много разных слов. Если бы не Светлана Владиславовна, у нас бы, не знаю, область бы процветала, а мы бы тут закислили поблагополучно. Это мое мнение. На самом деле в городе ситуация меняется к лучшему, но с хоккеем действительно у нас ситуация сложная. А что будет с детьми? Вы не в курсе? Я знаю, что вроде обращались к вам. Потому что, смотрите, там две сыгранные команды. Это ребята, которые учатся на деньги своих собственных родителей. Они стали чемпионами везде, где смогли стать. А Владислав Третьяк их еще хвалил очень высоко оценил. Да, действительно, эта команда выиграла в прошлом году Кубок Третьяка. Это команда «Вятка». В общем, пока не могу понять, почему не получается синтеза спортивной школы и хоккейного клуба. На мой взгляд, никаких особых препятствий нет. Наверное, вопрос в какой-то такой плоскости непонимания. Но я со своей стороны стараюсь активно вмешиваться для того, чтобы вот эти все барьеры непонимания сгладить, и для того, чтобы это все-таки стало единой системой, в которой прежде всего хорошо спортсменам. Ну вот я говорю, я просто, знаете, у меня приятельница работает в спорткомплексе, и совсем маленький мальчишка, вот она рассказывала, вот видно было, что она чуть не плачет, да, было очень жалко. Мальчишки, говорит, совсем маленькие, играют, говорит, такой азарт. А родители, говорит, и папа, и мама, и бабушки, и дедушки, говорят, все они тут толпятся. То есть и родители-то тоже, понимаете, при деле не у телевизора, а нормально занимаются делами, с детьми своими занимаются. Другие эмоции уже. И вот мальчишка, он, говорит, одевается и говорит, мне, говорит, что тетя, вот, а нас выгоняют. То есть родители, вот, допустим, Светлана Владиславовна, как-то так, знаете, есть непонимание, но когда мальчик говорит, собственно говоря, тетеньке, которая у нее берет курточку там или дает курточку, говорит, тетенька, а нас выгоняют, понимаете? И вот это уже без вуали, это уже без камуфляжа, это уже без слов, отчего-то непонимания, это другой клинкор. Ну, у нас, в общем-то, конечно, с хоккеем нужно ситуацию менять в корне, то есть и Кирово-Чапецкая школа, не могу сказать, что на сегодняшний день... Блещет. И поэтому, если мы хотим, чтобы у нас постоянно пополнялась команда МХЛ своими игроками, нам нужно изменить отношение к детскому хоккею и в Кирове, и в Кирово-Чапецке, и как-то постараться подтянуть и районы области, где крытых катков нет, но, тем не менее, талантливые ребята там рождаются. Менять отношение, в первую очередь, со стороны властей? Про талантливых ребят я разговаривала с тренером, это очень известная фамилия, который занимается, вот именно занимался детьми, не знаю, сейчас восстановили его на работе или нет, он говорил, что там совершенно уникальные есть игроки, это, по-моему, 95-97 года рождения, он говорит, это уникально, это видно, это, говорит, это будущее, гордость такая, что вот они забьют, короче, вот как сегодня шахматист нам говорил, да, то есть это могут быть совершенно уникальные открытия в спорте, и это уже видно, как Родина с детьми, потому что, помните, я писала сложную статью о том, что не доходит финансирование для детей, или это не ваша ипостась? Нет, как раз команда Родина и детская спортивная школа Родина, это наша забота, то есть правительство области является учредителем хоккейного клуба, но на сегодняшний день, вот ко мне тут недавно приходила активная группа родителей по поводу судьбы там Белозерова, Александра, видно, что, в общем-то, там тоже родительский коллектив сильный, и на сегодняшний день, в общем-то, ребятам дается возможность и тренироваться, хотя уже каток не вмещает тоже всех желающих, и выезжают они на соревнования, в том числе за рубеж, и удачно выступают, и, наконец-то, школа по хоккею с мячом начала давать результаты. Со всех последних турниров они вернулись с кубками за первое место. Вы знаете, вот я здесь случайно увидела по телевизору, смотрю очень редко, случайно увидела по телевизору, девицы наши, хоккейная команда, разнесли их вдрызг, какие-то гиперпрофессионалы, но я помню, что в прошлом году девушки-хоккеистки выступали очень хорошо, потрясающе, то есть, если мужчины были в самом, вот Володя говорил сегодня это слово, ну, внизу они были, таблицы, вот, то наши хоккеистки отработали вообще блестяще. Женский хоккей как развивается в курсе ли? Ну, женский хоккей, конечно, оставляет желать лучшего, но, тем не менее, Киров — это одна из тех команд Родины Киров, в которой все-таки женский формат присутствует. И, конечно, есть там более перспективные игроки менее, но несколько девушек у нас входит в состав сборной команды страны. Здорово. Это уже многое значит. Да, это многое значит, да. У нас есть вопрос, хотелось задать еще один вопрос, ну, давайте, ладно. Давайте, подходим уже. Новости нам уже наступают на хвост. Да, итак, опрос. Или душу в затылок, да. Как вы думаете, что может считаться главным спортивным событием уходящего года? На первом месте у нас вариант ответа «Приход Владимира Янкова в Родину». 40 с лишним процентов проголосовали за этот вариант. На втором месте по популярности. Очки контрольный пакет. Ледовый каток, который будет в нашем городе, 35 процентов. И на третьем месте открытие Дворца Единоборств. Спасибо, что хотя бы на третьем, но все-таки присутствует в списке ледов. Слушайте, мы с вами со своей длинной водой. Ну, пускай это будет наш с вами общий восторг. Вот, но я думаю, что когда откроется, и вот это вот, знаете, вот эта влажность, вот этот свет, и вот эта синяя вода, я думаю, что это приводит тебя в состояние близкое к обморочному. В общем, мы еще осознаем назначенность этого объекта. Да, я говорю, вы люди, плавающие стилем топор, вы еще не понимаете, какая это благость. Ну что ж, давайте мы на этом заканчиваем наш эфир. Спасибо, Светлана. Да, сегодня он на удивление позитивен. Спасибо, Светлана. И до свидания, до пятницы. До свидания.